Литва купит у Польши зенитные комплексы «Гром» более чем на 20 миллионов евро. Литва заключила соглашение с Польшей о закупке их зенитных комплексов «Гром». Сумма сделки составляет более 20 миллионов евро. Об этом передает РБК «Украина», со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арведаса Анушаускаса в Twitter. Он сообщил о встрече с вице-премьер-министром, министром обороны Польши Мариушем Блощаком в Варшаве, где состоялось четвертое заседание Совета глав Минобороны двух стран. Литва заключила соглашение с Польшей о закупке зенитного оружия «Гром» на сумму более 20 миллионов евро, говорится в публикации Анушаускаса «Today I am meeting with the deputy prime minister» с собаком «Blessed the King Wars». Made an agreement with on the purchase of «Гром» anti-aircraft weapons for more than 20 million. pik.twitter.com. Arvides Anusaskas, собакая Anusaskas, May 30, 2023 во время встречи Минобороны Литвы подчеркнул, что на фоне полномасштабной военной агрессии РФ против Украины НАТО должно продолжать укреплять свою передовую оборону, пишет польское радио. «Долгосрочное сдерживание России и реакция на агрессию требует увеличения боевых возможностей на восточном фланге НАТО», заявил он. По словам Анушаускаса, укрепление польских вооруженных сил является примером для подражания другим странам-союзникам. На саммите в Вильнюсе, мы стремимся к практическим решениям по усилению защиты восточной части НАТО и обеспечению надежной противовоздушной и противоракетной обороны в странах Балтии, отметил литовский министр. Он также добавил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе, что состоится 11-12 июля, Литва впервые в истории обеспечит полную ПВО. Саммит НАТО в Вильнюсе. На июльском саммите НАТО Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке ее вступления в НАТО, хотя страна понимает, что стать полноценным членом сможет, только после завершения боевых действий. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе графика вступления, то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс. К тому же Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-член НАТО, которые никоим образом, не могут быть альтернативой членству. Иностранные СМИ сообщают, что страны Запада хотят предложить Украине, модель гарантии безопасности наподобие Израиля. Главным гарантом могут стать США. По словам западных чиновников, такое соглашение могло бы изменить ход войны, а документ помог бы продвигаться Украине на пути к НАТО. Ранее сообщалось, что Германия разместит в Литве ЗРК «Патриот» для охраны саммита НАТО. Напомним, на заседании «Рамштайн» на прошлой неделе Литва анонсировала новый пакет военной помощи для ВСУ. Среди прочего ожидаются поставки беспилотников и боеприпасов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.